который представлен сейчас будет перед вами основная причина внезапной сердечной смерти примерно в 90 процентах случаев это фатальная аритмия например внезапно развившаяся фибрилляция желудочков или желудочковая тахикардия результат многих международных клинических исследований показывают высокую эффективность имплантируемых кардиоверторов-дефибрилляторов профилактики внезапной сердечной смерти считается что икд следует рассматривать как основное средство первичной и вторичной профилактики в сс а также как средство купирования желудочковой тахикардии рефракторной и медикаментозными катетерным методом лечения на эту тему мы предоставляем слово следующему спикерам уважаемой анне владимировне берещагиной добрый день уважаемые коллеги спасибо большое за приглашение участвовать в вебинаре я также как и предыдущий спикер участвую впервые и хочу мой доклад он несколько идет в разрез с предыдущими докладами потому что устройство которое я представляю она вообще не может поддерживать электрокардиостимуляцию разрешите представить подкожные кардиоверторы-дефибрилляторы в первичной профилактике внезапной сердечной смерти внезапная сердечная смерть является лидирующей причиной смерти в популяции и в основе развития внезапной сердечной смерти может лежать ряд электрофизиологических механизмов при анализе электрокардиограмм снятых во время внебольничной остановки сердца чаще всего регистрировались жизнеугрожающей тахиаритмии такие как желудочковая тахикардия с высокой частотой или фибрилляция желудочков лекарственная терапия жизнеугрожающих нарушений ритма ограничено и в настоящее время на и время имея на имплантируемый квд является ведущим методом в профилактике лечения внезапной сердечной смерти однако известно что осложнение которые связаны с трансфенозными электродами кардиовертор дефибрилляторов значительно увеличивают заболеваемость и смертность пациентов и с целью преодоления ограничений при использовании трансфенозного кгд с 2015 года в клиническую практику внедрен подкожно имплантируемый квд он является полностью экстраторакальный экстраторакальным устройством который состоит из генератора импульсов и подкожно-дефибриллирующей спирали 2022 году в рекомендациях европейского общества кардиологов подкожный квд был рекомендован как альтернатива трансфенозному устройству при отсутствии показаний кардиостимуляции ли синхронизирующий и антитахикардитической терапии с классом показаний 2а подкожный квд представляется весьма многообещающей технологией которые все чаще отдается предпочтению пациентов нуждающихся в имплантации кардиовертер-дефибрилляторов и наконец 22 года в мире было имплантировано 88 тысяч устройств тем не менее подкожный кардиовертер-дефибриллятор имеет свои преимущества но и недостатки конечно же самым главным преимуществом является то что не требуется сосудистый доступ а это исключает все электродные осложнения требуется минимальные дозы рентгеноскопия при имплантации нет риска бактериального эндокардита очень простой механизм экстракции электрода но и высокая эффективность обнаружения наджелудочковых тахикардии у такого устройства сравнение с трансвенозным недостатками же считается то что во первых нету функции кардиостимуляции нет возможности выполнения антитахикардитической стимуляции и не может он работать как ресинхронизирующие устройства генератора импульсов подкожного кардиовертер-дефибриллятора значительно больше и тяжелее время службы меньше рассчитан примерно на 5-7 лет обязательно требуется тест дефибрилляции при имплантации что не требуется при трансвенозных устройствах и предимплантационный скрининг потому что не все пациенты кандидаты к в.д. подходят для имплантации подкожного устройства но и также более высокая стоимость сравнение с трансвенозными устройствами вот если рассмотреть алгоритм отбора пациентов предполагаемо все равно можно увидеть что не такое большое количество пациентов нуждается нуждается в трансвенозных устройствах есть очень большой пул больных которым можно имплантировать подкожный кардиовертер-дефибриллятор в российской федерации имплантации подкожных кардиовертер-дефибрилляторов началась 2020 году и к настоящему времени имплантирована около 150 устройств большинство имплантации было проведено в нашем центре имени академика чазова а литературные данные по применению подкожных устройств в нашей стране достаточно ограничены в крупных международных исследованиях включались пациенты которым рекомендовалась имплантация кардиовертер-дефибрилляторов как для первичной так или вторичной профилактики а единственное прямое сравнить прямое сравнение подкожных и трансвенозных квд выполнялась в исследовании притория среди пациентов с показаниями как первичной так и вторичной профилактики и поэтому так как мы имплантировали достаточно большое количество подкожных кардиовертер-дефибрилляторов в нашей стране решили провести собственное исследование и сравнить имплантацию подкожных устройств и трансвенозных устройств вот это дизайн нашего исследования были вначале отобранные пациенты для первичной профилактики это были только больные для первичной профилактики внезапной сердечной смерти с хронической сердечной недостаточностью 2 3 функционального класса с ракцией выброса менее 35 процентов и всем этим пациентам был проведен пред имплантационный скрининг скринингу подверглись пациенты и 14 пациентов скрининг не прошли были исключены из исследования остальные пациенты 117 человек исключились люди которым требовалось имплантация к в д качестве вторичной профилактики люди с показаниями к ресинхронизирующей терапии тех кому могла быть показана антитахикардиальная стимуляция и в итоге пациентов разделили на две группы 52 пациентам имплантировали подкожные устройства 43 трансфенозные пациенты были оценены через 6 и 12 месяцев а хочется отметить одним из самых важных этапов имплантации подкожных устройств является проведение пред имплантационного скрининга это автоматизированный процесс который используется с программатором фирмы-производителя с целью определения возможности корректного восприятия подкожного сигнала чтобы снизить прист неадекватного разряда чтобы гарантировать индивидуальную эффективность этого подкожного квд для каждого пациента рекомендуется выполнять в пред имплантационный скрининг вот техника наложения электродов представлена на картинке и они показывают предполагаемые векторы восприятия отрезки между красным желтым и зелеными электродами имитируют три вектора восприятия подкожного сигнала регистрация ритме осуществляется с помощью одного из трех векторов которые формируются между тремя чувствительными полюсами системы они состоят из первичного вторичного и альтернативного векторов вот на левой картинке представлена графическая схема этих векторов а на правой картинке уже интероперационный снимок то есть дефибрилирующая спираль имеет максимальные дистальные концы и генераторы импульсов вот образуется такой треугольник между которыми формируется вектора генератор импульсов размещается в области 5 6 межреберия между левой передней средней подмышечными линиями устройство более крупное по сравнению с трансфинозными квд вес его около 145 граммов устройство может наносить 5 разрядов за один эпизод 30 секунд может проводить по шоковую стимуляцию и срок службы устройства 57 лет значит вот предэмпутационный скрининг это как раз то что проводился положительный отрицательный скрининг то есть то есть как он проводится с программатором фирмы-производителя на левом снимке мы видим что получен положительный результат для всех векторов а на правом рисунке критерий положительного скрининга не выполнены и это нас заинтересовало что же может являться предикторами тому что пациенты не проходят предэмпутационный скрининг и мы провели наши тоже еще внутренние исследования внутри большого исследования и выявили что получены статистически значимые различия по показателю роста пациентов длительности комплекса qrs то есть люди более высокий и с более широким комплексом qrs не подходили не проходили предэмпутационный скрининг но при этом надо отметить что все больные которые планировались на имплантацию подкожных устройств самом начале это были пациенты с узким комплексом qrs то есть это не широкий комплекс qrs в наши исследования вот клиническая характеристика групп пациентов перспективного исследования 95 человек 52 с подкожными устройствами 43 с трансвенозными устройствами были разделены на группы и по основным клиника демографическим показателям пациенты при включении в исследование не различались трансвенозные кардиовертер дефибрилляторы имплантировались по стандартной технике местной анестезии а всем пациентам подкожные устройства имплантировались по дентрахеальным наркозом после обработки операционного поля делается разрез параллельной инфрамомарной складки на 2 сантиметра выше предполагаемого расположения корпуса устройства формирует ложе генератора импульсов между широчайшие и зубчатой мышцами после чего выполняется имплантация подкожного электрода в двух- или трехинцизионной технике на этой фотографии представлено формирование именно ложе генератора импульсов а это фотографии показывают трехинцизионный или двухинцизионный метод трехинцизионный метод это три разреза то есть место генератора импульсов и два разреза в электроде а двухинцизионный метод один разрез в области дефибриллирующего электрода один разрез в области генератора импульсов и По современным канонам, после того, как вот уже очень много устройств имплантировали, предпочтение должно отдаваться 2-х инцизионному методу. Техники у всех пациентов дают меньший косметический дефект и, в общем-то, не влияет на положение электрода. Электрод диаметром около 3 мм, он способен как регистрировать ИКГ, так и наносить дефибрилляторный импульс, и является трехполюсным. Значит, в нашем исследовании только с 7 первым пациентом мы выполняли трехинцизионный метод, потому что только начинали их имплантировать, и всем остальным 45 пациентам группы подкожных КВД применялся метод двух разрезов, что позволило сократить время операционного вмешательства, оперативного вмешательства и уменьшить косметический дефект. Значит, в завершении операции нужно обязательно проводить диорацию вертикального туннеля. В нашем центре хирурги проводили диорацию вертикального туннеля с помощью иглы дебейки. Это такая внутренняя разработка, что очень эффективно оказалось. Вот при сравнении интероперационных показателей при имплантации подкожных трансфенозных устройств мы увидели статистическую разницу в длительности оперативного вмешательства, в длительности флюороскопии, лучевой нагрузки. Все это было значительно меньше в группе подкожных устройств. И вот двухинцизионная техника у нас также оказалась предпочтительнее. Всем пациентам с подкожными устройствами в завершении операции должен проводиться дефибрилляционный тест. Это стандартизированный интероперационный тест, который подтверждает способность системы подкожного КВД воспринимать и конвертировать фибрилляцию в желудочках, то есть восстанавливать исходный ринд. Индукция фибрилляции в желудочках проводится с помощью импульса переменного тока 200 мА с частотой 50 Гц, подаваемого в течение 4 секунд. Частота обнаружения снижается до минимального значения в 170 ударов в минуту. Энергия первого разряда программируется на 65 джоулей. Если первый шок будет неэффективен, то второй разряд программируется на максимально возможную энергию 80 джоулей с обратной полярностью. Вот на представленной фотографии показано дефибрилляционное тестирование. Запустилась фибрилляция желудочков. Успешная дефибрилляция перевела к конверсии в исходный ритм. Но бывают варианты, что неэффективно дефибрилляционное тестирование. То есть если желудочковая ритмия не будет распознана устройством, или если разряд дефибриллятора, поданный подкожным устройством, не приведет к конверсии в исходный ритм, такая терапия будет считаться неэффективной с помощью подкожной системы КВД и потребует внешней дефибрилляции. Может потребовать изменение положения электрода или генератора импульсов. И время от индукции фибрилляции желудочков в норме должно быть не более 23 секунд. Имбеданс разряда не должен выходить за рамки 25-200 Ом. Вот на представленном слайде видно, что это было неэффективное дефибрилляционное тестирование. Время составило 30 секунд. Этому пациенту перепозиционировали генератор импульсов. И дальше проведено уже эффективное дефибрилляционное тестирование. Значит, вот технические особенности подкожно-кардиовертора дефибрилляторов считается, что конверсия в исходный ритм в исследованиях показывает, что с очень высокой частотой, 99% исследований в Орлес, в Преториан. И вот наши данные тоже соответствуют данным мировых исследований. То есть у нас тоже была высокая конверсия. Но некоторым пациентам мы не могли проводить дефибрилляционное тестирование, потому что выявляли тромбоз левого предсердия. И в трех случаях положительный результат был достигнут только после изменения полярности или изменения чувствительного вектора вручную. Интраоперационных осложнений в нашем исследовании не было. За время наблюдения зарегистрирован один летальный исход в группе подкожных устройств, но причиной смерти стали осложнения вирусной пневмонии. Тем не менее в стационаре возникли в группе подкожных устройств возникли осложнения у двух пациентов. У них на пятые сутки сформировалась гематома ложа, представлена на левой фотографии, потребовавшая проведение пункции. А в отдаленном периоде также двоим пациентам потребовались повторные госпитализации для выполнения ревизии подкожной системы. У одного из этих больных была диагностирована серома ложа устройства, а второй пациент госпитализирован по поводу свищевого хода в области мечевидного отростка с последующим нагноением ложа. Система подкожного КВД была удалена. В группе трансвенозных устройств у нас было тоже одно осложнение. Пациент с диагнозом дилетационной кардиомиопатии спустя 4 месяца был госпитализирован по причине декомпенсации сердечной недостаточности и тяжелой регургитации на трикоспидальном клапане, которое было как раз обусловлено ограничением закрытия передней створки желудочковым электродом. И трансвенозное устройство было заменено на подкожное. Вот таким образом осложнений в группе подкожных устройств было несколько выше, чем в трансвенозных, но при этом не имело статистической значимости. И возможно эти осложнения были связаны с тем, что была кривая обучения, потому что пациенты, у которых случились гематомы, ложи и нагноения, это были пациенты из нашей, первые пациенты, которым мы имплантировали устройство. Одним из показателей эффективности и безопасности применения трансвенозных устройств и подкожных устройств, вообще кардиовертер-дефибрилляторов, является нанесение неадекватных разрядов. Вот несмотря на то, что считается, что подкожные устройства чаще наносят неадекватные разряды за счет двойного считывания, то есть зубца РТ и путают обычный ритм с тахикардией, то в нашем исследовании все-таки именно фибрилляция предсердий была причиной нанесения неадекватных разрядов. То есть тахисисталия попадала в зону условного разряда, наносился разряд, который был неэффективен. Таким больным были скорректированы зоны, увеличены шоковые зоны до 220-240. Изначально мы имплантировали пациента, мы ставили зону 180-200, и была скорректирована ритмуряжающая терапия. В дальнейшем эти пациенты во втором полугодии уже неадекватные разряды не получили. Вот один из неадекватных разрядов был обусловлен дислокацией электрода. У этого пациента изначально электрод стоял немножко неоптимально, но тем не менее дефибрилляционное тестирование было проведено, и все было хорошо. Но спустя несколько месяцев во время игры на электрогитаре у пациента произошло срабатывание устройства. При оценке эндограмм, предшествующих нанесению разряда, имели место широкие комплексы QRS, которые были различны по длительности, амплитуде, и срабатывание устройства было обусловлено миопотенциалами, детектированным устройством, как желудочковая тахикардия. Пациенту была выполнена репозиция подкожного электрода. Нанесение адекватных разрядов можно оценивать как показатель эффективности кардиовертер-дефибриллятора. Вот на представленных эндограммах показан эпизод желудочковой тахикардии с успешной конверсией в исходный ритм. А на нижней эндограмме показывает невылеченный эпизод, то есть исходный ритм остановился спонтанно, разряд не был нанесен, так как, согласно алгоритму, количество комплексов ЖТ было меньше, чем требуется для нанесения разряда. За истекший годовой период адекватную терапию получили 13,4% пациентов с подкожным устройством и 22% пациентов с трансвенозными КВД. Доля нанесения адекватной шоковой терапии была выше в группе трансвенозных устройств, но вероятнее всего это было связано с тем, что подкожный дефибриллятор продолжительнее распознает аритмии и заряжает устройство, в результате чего среднее время до терапии составляет где-то 20-30 секунд. Вот эта задержка могла привести к самопроизвольному прекращению эпизодов неустойчивой тахитардии. Неадекватных шоков за год зарегистрировано 11,5% среди группы подкожных, а 11,1% среди группы трансвенозных КВД. Неадекватные и неадекватные шоки не имели статистической разницы в нашем годовом наблюдении. Также мы оценивали качество жизни этих пациентов, то есть все пациенты заполняли анкеты качества жизни, это миннесотский опросник и анкеты и КУПНД качества жизни. И выяснилось, что после имплантации устройств люди оценили, что качество жизни их улучшилось. Возможно это связано с некой психологической составляющей, потому что перестали беспокоиться, что их может настичь внезапная сердечная смерть. На этом слайде представлены разряды в течение 12 месяцев у пациентов с подкожными КВД. Здесь представлены мировые данные, то есть исследования EFORTIS, PRORETORIAN, EDE и наши собственные данные, вот красные столбики. И вот как мы видим, мы находимся в общем-то в тренде исследований. Спасибо за внимание. Уважаемая Анна Владимировна, благодарим Вас за интересный доклад и предлагаем обсудить его. Максим Васильевич, есть ли у Вас вопросы к нашему спикеру? Скажите, пожалуйста, точка стимуляции, точка имплантации желудочкового электрода у пациентов с трансвенозными кардиовертерами, дефибрилляторами, где располагалась? Ставили ли их в верхушку правого желудочка или в межжелудочковую перегородку? Ну, больше ставили в межжелудочковую перегородку, но были пациенты, кому имплантировали и в верхушку. Я, может быть, отвлекался, не заметил, по поводу прогрессирования сердечной недостаточности, процента стимуляции правого желудочка и трёхстворчатой недостаточности. Были ли данные представлены? Вот, с трёхстворчатой недостаточностью. Один у нас пациент с диагнозом дилитационной кардиомиопатии. Через 4 месяца после имплантации трансвенозного устройства у него наросла трекуспидальная регургитация 3-4 степени и за счёт заклинивания как раз в створке электрода. Поэтому ему была удалена трансвенозная система, имплантирован подкожный кардиовертер-дефибриллятор. У остальных пациентов всё было в остальном хорошо. То есть трансвенозные устройства прошли практически без осложнений. Возможно, это связано с тем, что трансвенозное устройство уже очень давно наши хирурги имплантируют, а подкожное устройство – это был первый опыт. Спасибо.